я не люблю это делать я не люблю когда меня убивают что такое убивание меня ну что это такое первоначально это конечно же то первое первое это конечно медицина но про качественные медицинские средства за еще и за дешево в российской федерации это как вообще не айс малость того это дело началось еще когда у меня был товарищ смысле кот под названием линкольн вот у него такая проблема была у него глаз герпес глазной был до сих пор уже герпес глазной мы его пытаемся лечить естественно пытаемся лечить очень сложность там денег тратится немедленное количество хотя вот и доксуридин который раньше продавался аптекал он назывался афтан и дэо наше замечательное потому что я люблю только и наше правительство такое шизоидное правительство да 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 почему я все это дело говорю потому что все-таки это youtube а там на ютюбе я могу молчу рассказать так вот автанду перестала продаваться в российской федерации куда мы поехали мы поехали в индию для того чтобы взять там рединокс клёво да ну козлы вы после этого другой вариант другой вариант возникает у нас допустим когда мы собираемся что-то купить а что мы сейчас собираемся покупать а да 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 вы собираетесь покушать а что вы собираетесь покушать естественно мясо так вот оптовая цена мяса я имею ввиду свинины это 110 ну стоп 18 рублей если мы посмотрим оптовую цену свинины для места под названием черкизова и из места под названием черкизова забиваем оптовая цена говядины так вот оптовая цена говядина это один килограмм стоит 200 рублей они 400 не 500 кто проезжает по вашим деньгам ну кто проезжает по вашим деньгам продавцы естественно это вам не белоруссия белоруссии указом президента чем он не нравится естественно ценник максимум 18 процентов и товар должен лежать в магазине всего шесть дней а иначе потом вас так вздрючат ну это уже отдельная тема да 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 дорогие мои а вы не в курсе стали так это же в интернете есть заходите и смотрите и понимаете что где-то все не совсем так как нужно в нашем государстве хотя в принципе наше государство это белоруссия к слову о том что белорусы почему-то не приезжают сюда у них это все хорошо и красиво и ровно даже невзирая на вот это дивное событие когда мы все-таки им помогли о чем надо говорить тем более что у нас сегодня самый лучший день потому что извините в 9 мая это был лучший праздник потому что мой прадед сорок первом году под москвой перед москвой занимался был мин и ставил да 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 он думал что все хорошо однако взорвалась и очень сильно повредила и он там остался это был 41 год сорок третьем году моего другого деда хорошо колбасанула да 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 он тоже уже умер а другой мой дед уже двоюродный дед завоевал с японцами а третий дед тоже двоюродный нет опять же с немцами воевал я-то помню что такое война и вот то что сейчас творится это никому не нравится но мы сегодня об этих вещах естественно мы о том что нас имеют эти варианты ажка 1 2 вариант и третий вариант третий вариант это все вам говорят купите себе новый навороченный телефон я не буду говорить про новый навороченный телефон по одной простой причине мой телефон сотовый появился тогда когда вашего телефона в природе не существовало да 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 это был ровно 1997 год девяносто шестом году я звонил по тамошним телефонам ценники были конечно конские я себе купил настоящий обыкновенный телефон сегодня сейчас что вы хотите вы хотите чтобы я купил себе вот это навороченная хрень по которому можно болтать нет это не навороченная хрень и давайте все-таки определившись с нашими событиями вернемся на круги своя что я реально смотрю я реально смотрю стандартные американские на английском языке фильмы по современную бытность америки и вы знаете я там не вижу наших дебилов наших дебилов которые вот так сидят блин и только читают все это дело такого не существует в природе своей вы что не понимаете для того чтобы смотреть на телефоне это вы потом ушибаете свой зрительный нерв и потом это будут очки но если будут очки что дальше вы будете делать я всю жизнь говорю своему ребенку любимому ребенку который сейчас смотрит и снимает меня на камеру грудь лёшенька не нужно тебе этого делать лёшенька еще раз говорю зная о том что событий нас весьма интересное что самый лучший был бы вариант это становиться командиром воздушного судна потому что в 35 лет у тебя уже пенсии если хочешь дальше работой не проблема мы не бесконечны тут даже вопроса нет бесконечно наша сущность наша сущность вере бога вера в бога нам говорит будьте грамотными человеками работайте для людей тогда все будет хорошо а если вы не будете работать для людей как не работает для людей продавцы этих сраных сотовых телефонов то есть мы будем говорить о том сколько у меня этих было телефонов у меня до сих пор сейчас и чтобы 10 там лежит просто ну они бабахнулись но ровно 100 штук 10 телефонов я свое время разбил по одной простой причине вот этот телефон я могу бить по мать с ним ничего не случится но недавно была ситуация когда я купил тот же самый телефон galaxy note я его берет как суслик понимаете телефона верусь я его взял и он выронился он разбился естественно не буду дальше работать потому что во первых он не очень сильно не нравится я ненавижу тыкать сюда потом перед тыкивать перед уркивать перед муркивать забуду блин придете на естественно это вот все которые покупают все тут сотовые телефоны вот 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 сейчас говорит про это дело зачем лишний раз психовать спокойненько набрал ровненько и все в порядке теперь другой вариант их козлы то есть все все заставляют прицепиться к интернету то есть этот galaxy отдельная тема называется госуслуги счета с galaxy у меня побахнулась для того что в госуслугах вам что-то работать вам их по крайней мере надо быть специалистом в области и забыл изображения перепечатки потому что вы не туда не сможете то что даже сняли на свой телефон отправить почему потому что не 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 у нас только нету вы чё надо поменьше следует ну не либо photoshop нужен либо еще отдельные штучки чтобы уменьшить все это дело блин ну мне это явно не нравится муж кому-то это дело нравится к слову о том что недавно вот эта зон карта которая недавно заказал тоже да а вот вы должны отсканировать я говорю я не собираюсь сканировать и обыкновенный телефон я по нему болтаю в конце концов а для того чтобы посмотреть внимательность то есть давайте вернемся на круги своя это 1999 год фильм такое было фантастический у них были нормальные планшетники то есть я тогда еще думал что этого никогда не случится но уже случилось и все с большими планшетники нормальных грамотно и все остальное буров на берите себе нормальный планшетник хотя у него там тоже психики всеми же выключателями но это не нужно вам телефон вам нужен для разговора и как бы вернувшись на круги своя про америку мы сейчас говорим про фирмы которые там говорю я не видел этих товарищей который сейчас вот вот они сейчас идут 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 кстати 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 в блять вы о чем говорите то есть вы смотрите что-то и у вас зрение только здесь это только здесь вы переходите пешеходный переход вас сбивают вы даже может быть что-то не смотрите направо налево хотя иногда это надо смотреть то есть я вам еще раз говорю если вы переходите с от пешеходный переход уберите пожалуйста наушники свои потому что вы будете дебилами другой вариант не посмотрите на телефон посмотрите направо налево ну такое иногда случается человек просто вас не видит вы должны внимательным образом перейти через дорогу это нормальное явление а телефон нужен только для разговора планшетник другое дело но планшетник лучше дома или в гостях не надо пользоваться этой штукой и в природе своей я бы вам рекомендовал по сути жизни нормально купить себе хороший монитор я имею ввиду телевизор с 4к как это делается у меня и вот мой человечек сейчас только что на нем играл и вот очень сильно понравилось да господа мы да так и надо делать вот так вот делайте пожалуйста